Дума принимает такое решение. Патриарх делает такое заявление. Здравствуйте, товарищи. Тарас Сергей Анатольевич. Добрый день. Сергей Анатольевич, ну вы знаете, традиционно мы нашу передачу «Родная земля» всегда начинаем с девиза «Русские вперед». «Русские вперед». Да, и Сергей Анатольевич, что хочется сказать, что, наверное, вы смотрели недавно большое, очень большое выступление нашего Патриарха России, его святейшества Кирилла. Вот как отнеслись, что скажете, какое впечатление было у вас, о чем, какие мысли появились после этого выступления на меня, например, это очень большое впечатление произошло, и мне очень понравилось то, о чем говорил. Вы знаете, мне очень тоже понравилось его выступление, где он четко очень обозначил вот эту ситуацию с мигрантами, да, которые, значит, приехали сюда, значит, на нашу Родину и чувствуют себя как хозяин. Он там прямо четко сказал, что они не уважают нашу историю, наших людей, вот, они ценят это, поэтому надо, значит, принять определенные меры для того, чтобы вот этого все не было. То есть, чтобы вот, значит, следственный комитет, кстати, давайте вот вернемся к тому, что, извините, вот, просто вот… То есть переплетаются наши… Да, да, просто у меня мысли такие вот, если не ошибаюсь, 30 ноября Госдума приняла решение о том, чтобы, если, значит, мигрант совершает какое-то преступление, то есть его не наказывать, а… Да, да, наказывать его штрафом 40-50 тысяч рублей без депортации, как такового. Ну, мы с вами записывали там уже, там, это все, поэтому, я помню… Да, мы по этому поводу рассказывались, да. Вот, ну, значит, и вот, смотрите, значит, Госдума принимает такое решение, значит, патриарх делает такое заявление, это, представляете, патриарх сделал такое заявление, где он четко говорит, что, значит, государствообразующим народом является православный народ, то есть русский, которого, значит, здесь большое количество проживает на территории Российской Федерации. Это, вот это вот заявление, это ключевое вот заявление, оно очень грамотное, я думаю, что за этим заявлением стоит очень много. Я думаю, что… И осмысливание всего. Да, я думаю, что до людей, которые, значит, понимают, в чем, если человек такого уровня заявляет и говорит такие вещи, то это, значит, что-то, какой-то сдвиг произошел, то есть начинает до нашей власти доходить, что, действительно, мы можем потерять Россию в связи, значит, с приездом большого количества мигрантов, которые, действительно, здесь не регистрируются, не прописываются, значит, налоги не платят, не становятся на воинский учет и ведут себя, как хозяева, уже, значит… Ну, будем так говорить, что оборзели. Да, вот, кстати… Оборзели просто, конкретно оборзели. Смотрите, да, вот… Надь Митвой. Значит, патриарх такие вещи сказал. Потом, вот, мне понравился депутат, который, КПРФ, который, значит, сказал, что это подрыв национальной безопасности. Матвея. Да, вот, я вот тоже… Я специально, вот, кстати, почему я вот это вот напомню. Я вот… Обсматривал, значит, все соцсети, да, и нашел вот такое вот интересное, то, что у нас в Севастополе происходит. Вот, я вам сейчас просто зачитаю, где проводится опрос, значит, опрос, значит, региональным общественным организациям Севастопольской национальной культурной общества казанских татар и башкир. Вот, и это проходит под патронатом департамента, значит, внутренней политики, непосредственно бездольного Сергея Юрьевича. Тут причислено, значит, все телефоны, значит, директоров департамента, эти, значит, бездольные, значит, первые заместители его, где вы можете… Вот я, как заместитель председателя русской общины, да, которая здесь существует, ну, всю жизнь свою… Ну, и как, кстати, депутат, сколько созывов? Два созыва я был депутатом. Два созыва, да. Это при самом тяжелом времени, когда проводилась украинзация. Да. Вот, где мы постоянно об этом высказывали, постоянно, значит, в Боруссии, городообразующим, значит, народом является в Севастополе. Я уже не буду про Россию. Это, ну, русский православный народ. Я вот даже сейчас специально распечатал, чтобы, зачитаю, чтобы вот у нас севастопольцы знали. Национальный состав населения, согласно последней переписи населения, распределен примерно следующим образом. Русские – 452 тысячи человек, украинцы – 79 тысяч человек, то есть 14 процентов, русские – 81 процент, значит, белорусы – 5 тысяч человек, это 1 и 1 процент. Человек, которые здесь проживают в Севастополе, и другие национальности – менее 0,5 процентов. Это 21 тысяча. Три, ну, почти 4 процента. То есть русские составляют, значит, количество проживающих в 81 и 0,7 процента, украинцы – 14, ну, 14 процентов, белорусы – 1 процент. Это православные люди, те, которые, значит, формируют, значит, саму нацию здесь, Севастополь. Вот, и департамент внутренней политики, вот у меня вот вопрос закладывается, да, просто его сказание, значит, нашего… Откуда у него такое вообще в голове взялось? Вообще, зачем это все это проводить? Я не националист, ну, вы же прекрасно понимаете, да, что население здесь у нас русское, православное. Извиняю, я еще перебью вас, хочу сказать, что я, например, считаю, что, я думаю, вы со мной согласны, что Севастополь – самый русский город на земле, на планете. Да, да, да. Я всегда всем говорю, я вот родился в Санкт-Петербурге, я всегда говорил, что я родился в одном русском городе, а всю жизнь прожил в другом русском городе. В самом русском городе. Да, в самом русском городе. Сейчас ни один город в России не может похвастаться именно вот такой вот традицией, вот такой вот именно сплощенности русского населения, как в городе-герое Севастополя. Ну, мы снимали там тоже другие передачи, я всегда говорил, я вот очень уважаю севастопольцев, вот именно коренных севастопольцев, потому что севастополец – это действительно нация, это настолько патриотические люди здесь, настолько любящие свой город, ценищие свою историю, знающие свою историю. Вот, это показал 14-й год, помните, да, что туда все встали, севастопольцы, несмотря на что все вышли 23-го числа на этот… Знаменитый митинг называется «Митинг доброй воли». Да, и показал. Это было такое грандиозное событие, и я думаю, что, кстати, вот сейчас мы приближаемся к десятилетию русской весны, вот, и я хочу с упреком даже правительству сегодня сказать, что если не будет вот торжеств именно связанных с вот этим десятилетием, я не знаю тогда, куда мы дальше пойдем, в какую сторону мы вообще идем от этой русской весны, фактически того, что происходило в городе тогда, все наметили, все нисходящее, 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 то есть самой России получается, что как-то побаивается русской весны еще одной, да? Так получается, фактически? Ну, я скажу немножко по-другому, побаиваться самих севастопольцев, обративте внимание. Ну, разбавили нас сильно уже, очень сильно разбавили. Никуда структуры, властные структуры их не берут, то есть идите либо подворниками, либо там рыбу какую-то, там фасуйте, либо еще что-то, но никакие… Да, я, кстати, хотел еще вернуться к нашей теме про патриарха, вот хочу сказать вот ваше мнение, вот насколько я понимаю, да, что в Севастополе, в Крыму находится очень много церквей различных, и это огромное влияние фактически на сознание людей, на веру, православие и прочее. А вот, как я недавно узнал, я был просто удивлен, что в наших во многих еще церквях остаются те наставники, священники, которые, в общем-то, с западной Украины. Представляете, что еще впереди предстоит, и даже вот, насколько я понимаю, что вот недавно приехал в Крым Тихон, и такое имя, и который, в общем-то, мне так кажется, должен и навести порядок. В этом, так сказать, в большом доме, христианском доме, православном доме, потому что это уже никуда не годится, когда идеология… Это же очень легко в церкви пропагандировать какие-то взгляды Украины, что-то еще проталкивать и прочее. А вот патриарх, я так думаю, что вот реально, я когда увидел, я просто подумал, другой человек стал. То есть он такие вещи сказал, особенно меня удивило, когда он сказал, что, обращаясь к пастве, да, он сказал, что сегодня, в это время, священник должен нести правду, говорить так, как это сказано в священном писании. А многие, говорит, как он сказал, наставники, они же уже, когда приходят богатые прихожане, которые, в общем-то, поддерживают храмы, да, и вот Кирилл об этом как раз сказал, что вы уже, многие превращаются в кого? Многие в церквях превращаются в психотерапевтом. И они уже не называют грех грехом в надежде, что этот богатый прихожанин что-то привнесет в церковь. Они уже говорят, ну ладно, ничего, то есть вот такие поблажечки пошли там, помолимся там. То есть конкретно грех совершен, грех должен быть там, ну не обнародован, а должна быть проведена исповедь, где человек должен исповедаться в грехе без каких-то вот таких петляний. И в этом отношении Кирилл, конечно, молодец, это просто здорово, вот такое высказывание. Я думаю, что тоже после его выступления произойдет какие-то очень большие изменения в самой церкви, и вполне возможно, мы увидим скоро обновленную православную церковь. Ну, я вот хочу тоже вот сказать по поводу его выступления. Вы знаете, сейчас очень много, сейчас вышло его статей, которые разбирают его на цитаты и на фразы. Ну, конечно, конечно. Я почитал очень большое количество, то есть это посыл, это посыл русскому православному народу. Вот, это должно сейчас власти, а я думаю, что они это услышали, вот, и поняли. Потому что другого ничего нет. Другого выхода нет. Ну, конечно. Еще раз повторяюсь, государство, образующая нация, это русские, которые проживают. Вот я вам засчитал сейчас, сколько в Севастополе проживает, значит, русских православных людей. Вот, это только в Севастополе. А в России сколько? Да, еще больше, да. Поэтому я очень доволен этим выступлением, так скажу. Я думаю, что у нас все впереди. Да, я думаю, что предстоит огромная, прежде всего, духовная работа внутри каждого человека по изменению. Потому что, опять же, возвращаясь к той мысли, что мы уже никогда не вернемся в тот мир, в котором мы жили раньше. Поэтому здесь только вперед, и только именно направлено на то, чтобы развиваться человеку русскому, развивать его душу и укреплять наши православные корни. Как говорится, будет борьба добра со злом, потому что православные люди, это люди солнца, те, которые действительно... Вот я, знаете, даже немножко еще отвлеку внимание ваше, я, знаете, до такого режиссера Эмира Кустурица, да? Да, да, конечно. Вот, так вот он написал так, что, говорит, я прошел в поисках веры весь мир и, говорит, понял, что лучше православной веры, нету ничего. Ну, это очень серьезный труд, это труд именно на, будем так сказать, именно основан на изменениях самой души человека. Избавление от каких-то вредных привычек, греховности и, как бы, улучшение своей жизни за счет веры в Бога, Иисуса Христа, и это очень здорово, и это правильно. Сергей Анатольевич, ну, вам огромное спасибо, что рассказали, и нашим зрителям тоже хочется сказать, что в канун нашего Нового года нас еще ждет, помимо Нового года, нас еще ждет великий праздник. Это 7 января Рождество Христово, это, я считаю, что это великий праздник и всего нашего русского православного народа, и в преддверии этого тоже хотелось бы поздравить с этим праздником. Ну, чего, да, мы поздравим. Потому что это быстро пролетит, время быстро пролетает, а уже готовиться надо. Сергей Анатольевич, спасибо вам, нашим зрителям тоже огромное спасибо, всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok